В 2017 году на художественной выставке в Генуе прогремел скандал. Два десятка картин прославленного художника Амедео Модельяне оказались подделками. Такого могли смело не бояться посетители выставки, которая открылась в библиотеке имени Маяковского. Ведь вниманию гостей были представлены свободные копии работ великого мастера за авторством творческого дуэта художников J&M Style. Это картины, которые получили высокую оценку мировую по продажам на аукционе Сотбис и Критити. То есть они перебили, по-моему, они есть в рекордах книги Гиннеса. И это послужило тем, чтобы их написать, так как эти картины. Одна уехала в Китай, другая тоже находится в частной коллекции. И фактически они не экспонируются ни в Европе, ни в мире. Свою творческую карьеру Дмитрий Орлов начинал строить как раз на том, что переписывал импрессионистов. Попробовал он переписать и Модельяне. Я начал рыть литературу, перерыл весь интернет, нашел хорошие иллюстрации, которые соответствовали хотя бы моему пониманию цветового, как он писал, в какой гамме писал. Провел это изучение. И работы, которые вам сейчас будут представлены, их всего три здесь. То есть они выполнены в формат один в один. То есть так же они и в натуральную величину. Все копии без подписи, кроме одной. Эта картина в частной коллекции и потеряна. Поэтому Дмитрий Орлов повторил подпись Модельяне. При изготовлении копии не обошлось без трудностей. Художникам долгое время не удавался переход к телу. После тщательного изучения фотоснимков оригинальных работ, творческий дуэт пришел к выводу, что тело Модельяне писал рукой, а не кистью. После этого работа пошла на одном дыхании. Одну картину художники писали трое суток без сна. На создание другой ушла неделя. Модельяне, я всегда была влюблена в его творчество. Это уникальные личности вместе с его ученицей Жан, но она тоже была художницей. Это, так скажем, наши вдохновители. Изначально, когда я изучала, читала про них, мне очень нравилась техника исполнения двух этих художников, как они писали картины. Понемножечку я понимала, как она строила с ним отношения. То есть удивительная на самом деле история художников и любви. В своих работах творческий дуэт также сделал попытку перенести Модельяне на современный манер. Представить, как бы выглядели известные работы художника, если бы он жил в 21 веке. Выставка также была совмещена с обсуждением этичности демонстрации в искусстве человеческого тела и восприятия этого детьми. Началась активная дискуссия с гостями. Вот эту тонкую грань, которую мы хотим найти как художники, что мы можем показать детям или подросткам, например, что допустимо. Мы бы хотели обсудить этот вопрос с вами, потому что для нас это важно. Именно об этом стоит вопрос. Еще рано, в 18+, можно там. В каждой семье это все зависит от воспитания, в котором вырос человек. Мне повезло с моими родителями с раннего детства. Питер, Москва. То есть у меня вот так вот все раскидало. То есть я вырос на музеях, на балете, на всем. То есть для меня всегда женское тело это было как восприятие чего-то красивого. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, СРОВ24.